Я в Праге, сегодня последний день, завтра мы уезжаем в Стокгольм. Кстати, у нас в Стокгольме будет полноценное представительство. Будем общаться с Настей, можно будет помогать с жоп-оферами, с контрактами, с русскоговорящими компаниями, с трудоустройством, с визами, ну и так далее. Вот, сейчас у нас есть возможность пообщаться с девушками, которые имеют свой бизнес и живут в Праге больше, по-моему, трех лет. Находится у них магазин в таком самом центральном месте, мы несколько раз к ним приходили, очень дружелюбные, очень хорошие, поспрашиваем по поводу Праги, как тут, что тут, какие расходы, как тут легко или нелегко открыть бизнес, ну и так далее. Итак, мы идем. Мы пришли в магазин. Скажите, как вас зовут? Здравствуйте, я Олеся. Олеся, сколько живете в Чехии, в Праге? Ну, я три года. Как общие ощущения от этой страны и от этого города? Прага очень красивая страна. Здесь дома очень красивые, как бы, история, спокойный город и очень классный здесь. Понятно. Как сложно учить чешский язык? Ну, чешский очень похож на русский, на украинский. Как бы, если хорошо послушать, это можно все понять. Это бесплатные курсы? Есть, есть. Есть и бесплатные курсы, есть и учительницы, как бы, кто как хочет. Понял. У вас свой бизнес. Как сложно здесь открыть бизнес? Ну, здесь, если открыть бизнес, как бы, нужно постоянно смотреть, чтобы платить налоги, чтобы все было официально. С этим здесь нет. Ну, а вот это бумажные волокиты, бюрократия, там, что-то кому-то не дают, а кому-то дают, наоборот, нет такого? Нет, мне кажется, что нет. Если, как бы, все, как бы, законы смотришь, чтобы, там, открыть все бумаги, если все хорошо, так без проблем. Если им платишь налоги, то можно... А по времени, сколько занимает это все? Ну, зависимо, какой бизнес. Ну, как у вас, например. Ну, там, день, два, недели. Ну, как бы, это, получается, нужно открыть живностяк, и вот, поэтому, и, думаю, не знаю, может, месяц, где-то так, да-да-да, где-то так. Понятно. Как здесь налоги, по сравнению с другими странами Евросоюза? Ну, вообще, если степа... Мне кажется, одинаковые. Одинаковые. Но не душат? Нет, 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 не душат. Всех интересуют расходы здесь, в Чехии, в Украине. Ну, тем, что, как бы, здесь кроны, получается, это лучше. Вот, если в Германии, вот, сравните, там, на Евро, для страны, как бы, для Чехии, именно, это хорошо, что кроны, потому что, ну, ихний бизнес подрастает наверх. Если евро, как бы, это уже не будет выгодно именно Чехии. Я понял. Ну, а так вот, расходы, например, там, аренды же, не на продукты? Зависимо. Если в центре Праги можно найти, там, из-за 30 тысяч крон, или, там, 40 тысяч крон, это, получается, не знаю, тысяча с половиной, да, где-то так, евро. Если, как бы, там, где-то, Прага-10 или Прага-9, можно найти, не знаю, какую-то горсунку за 8, за 10. Это, получается, за 300 евро, 300. Я понял. Мы пользуемся, кстати, общественным транспортом. Я смотрю, тут нет ничего, никаких турникетов можно поймать. Я смотрю, люди просто идут. Но, как бы, если люди идут, значит, у них, получается, открыт на месяц или, там, на год можно купить проездной билет. И это, как бы, недорого. На месяц, знаешь, что 550, если покупаешь на год, это, получается, 3600, где-то так. Я понял. Ну, вот, допустим, иметь такой магазин, как у вас, да, там, платить налоги, платить аренду, оплачивать жилье, оплачивать продукты, транспорт и так далее. Остается что-то, что-то вы хотите? Ну, конечно. Остается. Последний вопрос. Если вам скажут, возвращайтесь обратно на родину, поедете? Ну, я думаю, что нет. Дома это хорошо, это тепло на душе, но здесь, как бы, по-другому, да. Друзья, подписывайтесь на наш канал и привет вам из Праги. Привет! Всем всего доброго, пока!